Стартовый капитал для безработных. Тем, кто хочет открыть свое дело в Управлении по труду, занятости и социальной защите Пинского горосполкома, помогает рублем и знаниями. Бизнес-планирование обучает на двухнедельных бесплатных курсах, во время которых слушателям выплачивают стипендию. В теме разбиралась наш корреспондент Елена Михалюк. Все в ваших руках, поэтому ногти на них должны быть в полном порядке. Так считает мастер по маникюру индивидуальный предприниматель Екатерина Образ. Новая работа, свое дело, говорит, не только кардинально изменили ее отношение к жизни, но и помогли обрести веру в себя и собственные силы. До этого момента девушка работала по найму, но мечтала о своем бизнесе. Воплотить заветные желания в реальность помогли курсы от Управления по труду, занятости и социальной защите. Конечно, это очень хорошая возможность людям развиться, потому что заработать такие деньги довольно сложно. Они помогают. Хорошим подспорьем в открытии своего дела в бизнес-индустрии стала субсидия. Свои перспективы девушка видит в дальнейшем развитии собственной студии. Субсидии от государства дали 2800 рублей. Их хватило примерно на половину оборудования. Дальше уже, конечно, докладывали свои денежные средства. Татьяна готова часами вдохновленно говорить о танцах. Занимается хореографией с шести лет. Из детства также грезила о своей методике обучения танцевальному искусству. За плечами приличный опыт работы в данной творческой сфере. Я училась, работала одновременно и с этой мыслью жила, что я хочу создать свой дом. И вот летом, как говорится, я созрела к этому. И не знавши, как правильно строить бизнес, я обратилась в центре занятий просто для получения каких-то курсов, либо какой-то консультации. Там же я узнала, что я могу получить помощь от государства, что это не очень приятно. И, естественно, я записалась на эти курсы. Сама написала бизнес-план будущей школы танцев. Проект, к слову, признали одним из интересных. По мнению индивидуального предпринимателя, самое ценное – это знание, финансовая помощь, приятный бонус. За время обучения будущим бизнесменам организовали встречу с представителями банков, налоговой инспекцией и экономистами. Финансовая помощь в размере тысячи долларов, что это достаточно значительная сумма. Когда ты вкладываешь все свои силы, все свои сбережения в создание, я думаю, дома, и получить еще какую-то поддержку – это очень приятно и очень важно, мне кажется. Ты чувствуешь, что ты можешь еще больше сделать, если ты двигаешься в нужном направлении. В этом году 25 человек получили такую субсидию от государства. 19 из них обучались на курсах основы предпринимательской деятельности. Учебной базой стал колледж машиностроения. Будущие бизнесмены предлагают разные идеи развития сферы услуг, ремесленничества. По итогам занятий лучшие проекты получают финансовую поддержку. На сегодняшний день эта величина составляет 2839 белорусских рублей 21 копейку. Субсидия может быть израсходована на приобретение необходимого оборудования, материалов, сырья, каких-то механизмов, ну и на иные цели, необходимые для организации бизнеса. Чаще всего наши безработные выбирают такие виды деятельности, как пошив и ремонт одежды, ремонт техобслуживания автомобилей, столярные, плотницкие услуги, ремонт изготовления мебели, парикмахерские услуги. Также безработные могут получить и новую профессию на специальных курсах с гарантией трудоустройства. Управление по труду, занятости и социальной защите предлагает обучение по рабочим специальностям. Набор открыт, например, в группе швей, продавцов и каменщиков. Записаться на них можно уже сегодня. Продолжение следует...